Арцах Происшедшее в Арцахе вызывает довольно-таки много вопросов, которые нуждаются в ответах. Прояснить ситуацию попробуем с генерал-лейтенантом, экс-секретарем национальной безопасности Нагорно-Карабахской республики Арцах Санвелом Бабаяном, которому я иду сейчас в гости. Санвел Андреевич, многих очень интересовал вопрос, хотя мы с вами говорили как-то на эту тему. Все-таки давайте озвучим, почему Армения за эти почти 30 лет так и не признала Арцах? В чем были препятствия? Я думаю, что никаких препятствий не было. Вопрос был в том, что если ты признаешь сейчас Арцах, значит ты отвергаешь всякие переговоры. И мог бы Азербайджан начать войну. Армения считали, что можно этот вопрос решать переговорным путем. Как бы двери не закрывая, признавая это, двери закрываешь, не признавая, ты ведешь переговоры, чтобы найти решение. Вот то, что я знаю. А если бы какая-то страна признала бы Арцах, следом Армения могла бы тоже признать? Естественно, если бы любое государство принимало бы как независимое государство Арцах, я думаю, что и Армения приняла. Ну, хорошо, есть такие примеры, как, допустим, тоже Косово, Абхазия, Южная Осетия. Почему в этом списке Нагорный Карабах не оказался? Все-таки у Нагорного Карабаха, в принципе-то, исторически больше даже был шансов, чем у того же Косово. Как вы думаете? Ну, что интересы американцев, Америки там были четкие, они хотели всех разделять и так далее. Для этого американцы признали эту государственность через судебную систему, как бы сказать. А дальше весь западный мир, по очереди, начал признавать. Ну, соответственно, это политика, и тут нет права ничего, правильно или неправильно. С одной стороны, там говорят, что должно быть оба стороны согласны, целостность государства, условно сказать, Сербия. Сербия не согласна, но признается. Здесь обязательно Азербайджан должен быть согласен, чтобы признавали. Ну, смешно. Ну, двойной стандарт всегда был и будет. Ну, то же самое, впрочем, можно сказать и о России. То же самое, Россия, интересы Абхазии, Осетии, причины были, они признали. Общая граница, плюс Грузия, которая отошла. Скажите, знали ли старое и новое руководство Армении о готовящейся войне? Я думаю, что знали, но они все время попробовали думать, что мировые державы не допустят, чтобы эта война была. Даже если она будет там, начнется два, три, четыре, пять дней, неделю и остановят. А откуда была такая уверенность? Ну, я не знаю, откуда у них такая уверенность. У меня не было этой уверенности. Я все время высказал об этом, что Азербайджан и Турция готовятся к войне. Если начнется, то они будут идти до конца. А сегодня то, что то вооружение, которое имело Азербайджан, это четко, ясно дало понять, что война будет в любом случае. Вопрос в том, когда начнется, через год, через два. Вот он заключался. Ну, почему-то политики считали себя умными, государственные руководители, что не будет там. Там даже есть такое высказывание, что Россия не допустит. От России ничего не зависело, чтобы допустить или нет. Хотя вы сами в этом не были уверены. Я читал просто ваш текст, где вы, впрочем, все предсказали. То, что случилось. Ну, что я предсказал, это факт. Это не может Россия там или какое-то любое государство. Азербайджан – это самодостаточное государство своим энергоресурсами, финансами. Кроме этого, у него и союзник Турции. Вообще, никакую ворота. Почему так посчитали, почему так посчитали, что не будет этой войны, я не знаю. Не знаю даже логики, не помешаю. Когда я говорил, что надо мандатную территорию, под мандат, чтобы все меня там начали объяснять, что я предатель, я разведчик, я шпион. Но я-то понимал, что если мы не можем этого оружия покупать, значит, мы должны защищать этот народ. Защищая этот народ, это только под мандатную территорию передать в мировых держав, чтобы не было этого войны. А так, таково, что в регионе России, там его интересы, главный Южный Кавказ, то и Россия должен этот мандат брать. Ну, мандат это решают не Армения, не Карабах, а между собой державы договариваются. Как сейчас Россия быстрее там свои вопросы решила, вошла и сказала, вот я обеспечиваю мир. Да. Ну, можете сказать, на вашей карте, какие районы вы прочертили именно для Азербайджана и какие для Армении? Ну, так, в целом. Вопрос в том, что не надо чертить районы. Потому что из Агнамского района он должен остаться какую-то маленькую территорию, Карабахи. А из Карабахской территории Мартунинского, Мартакетского, Гадульского района какие-то территории остаются Азербайджаном. Понимаете? Надо просто и такую карту, чтобы она была обеспечена, его безопасность экономически и не было бы вот этих препятствий, условий, что кто-то кого-то. Когда говорят, что Шуши это будет под подчинение Баку напрямую, не автономным, не в Карабахе, значит, там мира не будет, невозможно этого делать. Или если президент Азербайджана объявляет, что вот, армяне будут так хорошо жить, мы там посмотрим, как Баку... Извините, а Гадульский район это полностью армянский, почему тогда, если граждане Нагодного Карабаха это Азербайджан, то эти люди, почему они не возвращают себя домой? Почему вы говорите, что мы не дадим Гадуль никого? Или там часть сел Азербайджанского района, Мартунинского района. Это лицемерие, это видно, что они какую-то игру играют. Я считаю, что армянский страна, чтобы не было, должен жестко ставить свои вопросы. 4400 территорий должно остаться на Горной Карабахе, вот этот единич, под мандатом. А потом время покажет, время раны лечит. Ну, сейчас армянская зона выглядит, как такой встроенный аквариум с рыбками армянами, да? Вокруг Азербайджан, суши можно спокойно наблюдать, смотреть, даже камни бросать, как они любят. Честно говоря, я не понимаю, кто это прочертил и зачем. Ну, ладно, вот по-вашему, каковы основные ошибки и причины поражения Арцаха в этой войне? Вот давайте по пунктам, как вы смотрите на это? По пунктам, во-первых, армянские стороны, они были готовы к этой войне. Они, первое, это не был защищен воздух, хоть как-то, хоть в каком-то мере. Просто не был защищен воздух, был полностью открыт и для беспилотников, и для авиаций, и на всех вопросах. Это первое. Второе, то, что противник имел все возможности, начало войны 40% и артиллерию, и воздушную оборону уничтожать, это факт. Уничтожая это, а дальше уже тело-техники, это первое. Второе, не было целеских ресурсов, посчитанных стратегически, чтобы решать эти вопросы. То есть, если противник прорвал в Хурадийском направлении или там на реке Аракс рядом, 9-10 километров прорыв делал, то, что он мог делать, все. Для него пространство открылось до 200 километров в открытой зоне. Армянская сторона не имела те силы и средства, чтобы закрыть эту дорогу. Просто, и вот все, потерю. Потому что противниками, дальше этого прорыва, не было никакого сопровцеления. Были ячейками так сопровцеляться, но в основном, а противника был, ну, скоро ресурсов. Достаточно и наемники, и террористы, всех собрали они туда. Да, я вот слышал, что на первой линии шли именно террористы. Я бы не сказал, что только террористы. Там нацист был в 7-8 дней, 9 дней, там сильный нацист был. И на сторону Ирана, 9-километровый сектор, который оборонительный район удержал, оно не мог удержаться, не мог по каким-то причинам открыть вот эти двери. И там уже Джабраэль, Физули, там Гатру, там Кубатлю, Зангялан и так далее, до Лачиня. Это пространство где-то до 200 километров, больше 200 километров. А у нас-то силы, средства нет, чтобы мы держали 270 километров в секторе обороны, а еще 200 открылся. Вот причина. А так сказать, чтобы они лучше воевали или нет, они подавили воздухом, арциллерии. Да, они подавили воздухом. Да, воздухом и арциллерии. А так сказать, чтобы они хорошо воевали, наши плохо воевали, нет, я бы не сказал. Потому что от ОМАРа до Физулийского направления, включая, да, наши позиции, все, никакого сдвига не было. До 30 месяцев почти воевали, и никакого сдвига. Только там Талышском и Мадагинском направления, они чуть-чуть вперед пошли и остановились, не могли дальше. И каждый день атаковали, и не получилось ничего. И у них там, не знаю, тысячи, пару тысяч убитых. Это то, что факт. Тогда было? Да. Я считаю, что военные стратегии не посчитали вот этот котлован, что в случае прорыва какую оборонительную систему они будут готовить. Не так, первый эшалом, второй эшалом, но это эшалом, понятно, рыли яму. Дальше что? Где у тебя войска, чтобы там стоял, чтобы оборонялся. Вот. Ну, Армению же не все свои ресурсы задействовало. Я имею в виду технические. Я имею в виду, нет, это неправильно, то, что Армению то, что мог, все делал, от себя зависимое. Просто это военные вещи, не надо там громче об этом говорить. Я вас уверяю, то, что было под рукой, то, что можно было, Армению все давало, делало. Давай не будем конкретизировать, какие войска, откуда кого перебросили. Ну, те, которые вот просто в Ереване сидят, политиком занимаются, что там не давали, не делали. Армения то, что имела под рукой, все, и войска, и вооружение давало. Ну, оно достаточно было или нет? Я вам говорю, нет, недостаточно, это мизер. Это другой вопрос. Ну, то есть не были готовы? Не были готовы, и им казалось, что, я снова говорю, что кто-то остановит, не дадут, чтобы такого было. Как говорится, на дядю надеялись? Да. Это проблема у Армян всегда. Надеяться на кого-то? Ну, даже сейчас многие пытаются винить кого-либо, но не свои. Ну, вообще-то винить никому не надо. До 20 лет мы, 27 лет мы не могли себя вооружать. Все посчитали, что вот у нас нет денег и так далее. А сегодня будем платить то, что мы сказали. Понимаете, будем восстанавливать. Разрушены больше, два-три раза больше денег, чем тогда, если мы покупали боёте оружие. Ну, люди, те, которые дилетанты, не знают войну или считают, что вот они договорились или что-то делают, противник не будет этого делать, потому что они мелкие государства, там, державы не дадут. Вот у них ошибка, когда они готовы. Ну, вот смотрите, вы говорите о дилетантах. Ну, тут понятно, что в этой войне виновата не только вот эта вот новая власть Пашиняна, да, но во многом и старая власть. Сарксяна того же, да, и Кочаряна тоже. А они же всё-таки не были дилетантами, если их сравнивать с тем же Пашиняном, который действительно дилетант в этих делах. Ну, я бы сказал, это мнение, вот то, что вы говорите, что не были дилетантами, мы считаем, что были дилетантами. Когда они покупали в 13-м году, в 14-м, Искандар, да, они считали, что всё Азербайджан побоял, потому что когда начинаешь их объяснять, что это ракета, которая будет летать, да, без препятствия, весь воздушное пространство, оно может пройти без препятствия, но это весь его, весь его разрушение, это будет один бомб, 500 килограммов, 480 килограммов бомб. Ну, не больше, больше он, другого эффекта нету. Его эффект, то, что он пробивается, любой воздушный оборон, он может перейти, не могут ударить, это первое, и второе, его точность. То есть, если ты хотел, там на Красный мост попасть, ты можешь попасть на Красный мост или ЖД, или там какой-то ТЭЦ, или воздушный, его обороны С-300, где стоит, туда попасть. Это другое дело. Людям казалось, что будет Азербайджан, если знает, что вот у нас есть кандар, всё, войны не будет. Они самодовольны ходили. Когда я объяснял, что, ребята, это не так, а что это не дилетантство, а как ещё объяснить. Скажите, вот много ещё вопросов вызывает у людей, почему не была осуществлена Сатнахская операция. Что я говорю, во-первых, операция, Сатнахская операция была с моей стороны предложена, попробовал комплектовать. Приехал в Ереван, два батальона отсюда, отвёз туда, из-за Тембиряны, и один батальон, это Арач-Азёрский. Задача поставлена была, чтобы 5-го числа утра начинать операцию, а вечером 6 часов должны были выйти на исходную. Вечером 2-х часов я докладываю, что каким-то причинам эти батальоны отказываются участвовать. Понимаете, во время войны таких вещей не бывает. Настолько они дилетантно подошли. Вот я столько раз объяснял, что надо всё ставить на военные рейсы, правительство должно сидеть на месте и работать, и так далее. И всё должно работать на армии, люди не понимали, должно быть жёстко. В первой войне у нас карабахских ребят воевало до 20 тысяч. Из них 3157 человек раненых, где-то 2900 человек, это первая, вторая, третья группа инвалидности получили. Это не считая, сколько ещё было раненых, просто лёгкие ранения. В этом войне какие результаты? Ну, услышим, узнаем. Мизер. Ну, всё, отпущено. Если карабахцы не будут сами защищать свои дома, то не получится. Это то же самое в 92-м году, вот всё, вот эту кашу творили, а потом вынуждены, была жёсткая рука, чтобы всех собрать. А потом тебя винили за эту жёсткую руку. Жёсткая рука – это не то, что расстрелять людей, нет. Просто людей дать понять, чтобы они защищали свои дома. Я думаю, расслабились из-за окрылённой прошлой победы, и люди просто расслабились. Каждый хочет за чужой счёт защищаться. Такого не бывает. Если в Арцахе война, значит, арцахцы все должны участвовать. А Армения может помогать. А не то, что оставить на шее Армении, а сами убегать в Армению отдыхать. Было такое, да? Конечно, было и вот за это и плоти. Понятно. Простой, короткий вопрос. Вы, наверное, должны знать ответ на этот вопрос. Шуши взяли силой или его сдали? Понимаете, вот люди, которые говорят, что шуши сдали, этот сдали. Нет, никто шуши, понятия сдачи так умеренно не было. Но вопрос был в том, что недавний премьер-министр говорит, и президент России говорит. В 19-20 числах, когда попробовали войну остановить Азербайджан, Олег сказал, что армяне должны шушу сдавать. Либо мы силой возьмем. Вот когда возьмем, армяне отказывались добровольно сдать, они шли на силу брать. Вот то, что вы только что задаете вопрос о сахнарском операции, это то же самое, то, что вот этой тропинкой, которой они пришли до шуши, надо было его закрыть, и все. Вот эту груберку. Тогда более легче, во-первых, расклад сил поменялся бы, и так далее. Но не получилось, не хотели эти ребята. Не то, что операции не получился. Шуши боями сдали. Это факт. Шуши боями сдали. Да. Можно было удержать. Я снова говорю, по карте посмотрите, четко и ясно. Вот то же самое с этого, с саханахского направления. Одну тропинку закрываешь, и все, видишь, шушат сегодня, завтра, когда хочешь. Эти шушат там не останутся. Они должны уйти. Понимаете? Ну, хотелось бы этого делать. Могли бы, и было сила, средства этот вопрос решать. Я говорю, не было. Представляете, что вот во всем этом протяженности передней линии Карабаха 270, а еще вот этот 200 подключен, до 500. И вошел вот противника. Силы, средства нету, нету пушки, нету града, нету того, того и так далее. 25 или 19-25 галбат. Все осталось с ремонта, после ремонта. Не то, что это. И где-то два машины града. Установки, я имею в виду. Потому что, когда говорят, что вот мы помогли, тот давал, тот это делал и так далее. Я говорю, никакие только боеприпасы, я сколько информировал, 6 торов мы получали в ходе войны. И больше ничего. Больше ничего. И с 64 передали Карабаху. А то, что объясняют, что вот оружие у них было. Если у нас было бы оружие, я в конце 6-го числа и до этого 25-го числа сказал. Поставьте вопрос перед армией, либо они дают нам оружие, либо просто людей не надо убивать. Потому что под этим шквальным огнем, беспилотников и так далее, смерчем. Не надо просто людей убить. Надо оставить, если нет оружия, что там мучиться. Шишу было бояные заново. Но, снова повторяюсь, можно было удержать, можно было вот этой дороги, Сахнах, Чанахчи, вот этой дороги. Закрываешь, это с одной тропинкой они доехали, и дальше шушу. Эту тропинку закрываешь, и все, противник вздыхается. То, что противника тоже не было силы и средства, уже вздыхался, это тоже факт. Тут на нервы работали, кто первый будет сдаваться. Ну, вообще, вот, многие об этом говорят, вот, вы можете опровергнуть или подтвердить. Война эта была с кем? С Азербайджаном или нет? Или с целой коалицией? Я считаю, что это была целая коалиция. Азербайджан не был готов к войне. До этого месяца, от этого, до войны, их министр сам выступает, 45 минут на русском языке, сказал, что вот через три года мы там успеем, вот этого привезем, потом армяне поймут и так далее. И все разведки, которые, ну, у них заказы были, откуда, что должны еще покупаться, у них не закончится, все это закупка. Но для Турции надо было быстрее это все начинать. Азербайджан понимает отношения России и Армении власти. То есть главный бенефициар это все-таки Турция. Да, главный дирижер в этом был Турция, обеспечивала Турцию. Если мы посмотрим там барриктары, которые мы сбивали, даже выпуск когда был, в октябре, даже война уже начата, они начали еще обеспечивать и так далее. Кроме всего, эти туркоманов, там пакистанских, там других, все это, ну, это через Турцию все организовано, потому что Турция на них шествует. Если Азербайджан объясняет, что у него людские ресурсы или какие-то ресурсы не хватает, то все дополняет, потому что во время войны, чтобы Грузия не говорила, каждый день 4-5 Боингов сидела на Гарабахском мариапарке. Это факт. Каждый день военный. Которую Армению якобы разрушила. Гянджинский армейский. Вот то, что это факт, что Турция играла главную роль. И сегодня играет. Ну да, и неспроста, вот я видел там, на Кшуши, турецкий флаг. Ну, пошло, мы покажем. Да. Какие вы видите развитие Арцаха, вот, в сложившихся условиях этих? В первой арцахцы должны вот ту территорию, которая у них была, и коридор вот этот, забрать 4400. Я карту нарисовал, отдал и властям Арцаха, и властям Армении, и так далее. Это потом подмандатную территорию на определенное время. Пока народы между собой не найдут общий язык, контакты и так далее, в совместном проживании. Вот то, что я представляю. То есть статус-кво пока еще не определенная реакция. Да, о статусе сейчас не надо пока говорить, потому что пока должны оба стороны понять, что вот все закончено, и гости друг другу торгуются, работают, там, общаются и так далее. Пока не будет вот этот процесс. Это долгий процесс. Не знаю, сколько времени будет там. Мы даже не должны забыть, что в первой войне Азербайджан потерял 30 тысяч убитых, в этой войне как минимум 10 тысячу потерял. Это вместе с наемниками? Ну, я не считаю, наверное. Ну, в общей числе, да. И сколько там погибли. Они, кстати, у нас есть среди пленных в Армении? В Армении? Наемники из Сирии. Два человека мы туркомана поймали, вот, и здесь. Либо они ранены, наверное, у нас. Нужда заставила их воевать? Что? Нужда их заставила воевать за Азербайджан? Ну, они-то в показаниях дают, что 2 тысячи долларов измешно нам обещали. Для этого пришли. Они так обещали. Но на самом деле это так, или они как маджахеды, националисты, не знаю кто. Ну, это, скорее всего, националисты. И 2 тысячи долларов, в принципе, я вполне верю. Хочу сказать, что Карабахский вопрос, я вот так считал, и до этого, до войны сказал, если мы не можем пооружаться, готовы к войне, значит, под мандат надо давать. Ну, некоторые я снова говорю, повторяюсь, наверное, что, вот, я предатель, я не понимаю, или там я какой-то шпион, от кого-то приехал. Ну, сейчас они уже понимают, что, да, это было правильно. Надо иногда удариться головой обсиденткой, чтобы понять, да. Скажите, Алиев говорит о контрибуциях. Как вы думаете, удастся ему это сделать? Ну, о контрибуциях, о том, что Армения должна выплатить, в кавычках, штраф за содеянные. Во-первых, Армения ничего не должна выплатить, во-вторых, Олег, забывая, что в 1994 году подписывая документ не с Арменией, подписывали, подписывали и с Карабахом. Той Карабахом, который, он сегодня говорит, это наш бой, конфликта нету, забудьте этого конфликта, Карабах наш и так далее, и так далее. Вот с этим Карабахом подпись у него поставлена, что и есть резолюция ООН, где никак не написано, что Армения эти территории захватила или там. И даже не признала. Нет. Для этого это все ответственность на Карабаха была. Карабах подписывал эту бумагу после войны. Остановилась война под подписям Карабаха, а не подписям Армении, как сейчас. И все эти вопросы, то, что у Азербайджана есть, они должны направлять на Карабаха, а не на Армению. Вот российские миротворцы, как Вы считаете, надолго они здесь? На все пять лет или больше, или меньше, по Вашим прогнозам? Ну, вообще-то, я считаю, что они надолго здесь. Но может быть такое, что они вынуждены могут уйти. Не уйдут? А? Могут они уйти? Они могут уйти. А, могут уйти. Могут уйти, только в одном случае, если армянское население там не останется. Ага. Решать, лишь бы все было нормально, это долго не потянет. А если их Алиев попросит уйти? Ну, Алиев попросит уйти, если вообще-то должен быть договор. В таких конфликтах все время пишутся. Двух сторон согласие. Российские миротворцы пришли, остановили войну, пришли защищать армян. А я Вас перебью. Согласие двух сторон. Каких сторон? Азербайджан и Карабаха. А, и Карабаха. Конечно, все равно Армения, все после договора Армении... То есть самая армянская зона, да? Да, конечно, если Азербайджан объявляет, что Карабах — это мой, это внутри его республика, скажем, или единица, которые пока не живут вместе, да, определенные там ограничения есть, людям, Россию пришло защищать этих. Если пока друг с другом мы не общаемся и не живем нормально, да, как может Россия, с одной стороны, просьба выйти? Почему? А этих что? Опять же, предательство, как в 1991-м год? Ну, смотрите... Ну, в 1991-м тоже было так, предательство. Тогда, правильно, Советский Союз, войска тоже самое вытащили, и все оставили. Ну, вот смотрите, я разговаривал... Позавчера я вернулся из Арцаха, разговаривал там с жителями от, там, я не знаю, самых простых граждан, кончая интеллигенции, и практически каждый второй мне говорил о том, что было бы неплохо, если бы Арцах присоединили к России. В рамках вот сложившихся вот этих обстоятельств, я могу теперь предполагать, и из ваших слов, что Россия тогда оттуда никогда не уйдет. Ну, вообще-то, никто не говорил и тогда, что Россия должна уйти оттуда. Не, ну это когда-нибудь позже. Развало Советского Союза. Сейчас тоже никто не скажет, что Россия должна уйти. Если скажет, то это Азербайджан будет. Да, но это одностороннее тогда будет решение. Это первое. Второе, то, что по этой территории Карабахской должно быть вернуть его историческом территории, это факт. Это факт. А то этот народ там не останется. Увидите, что будет проблема. Для этого надо вести те переговоры, потому что там Агдам, Кельбаджар, Лачинь сразу сдавать, там 4800. А сейчас 1800 Гадруцкий и Мартунинский, Айскаинское районное село и Шуши мы не можем обратно получать. Мы дали 4800 территорию, но не можем 1800 нашей обратно брать. Почему дали тогда? За красивые глаза. Если они воевали, завоевали это, мы завоевали то. Почему я это должен сдавать? То, что завоевано, а те не должны вернуть. Чем объясняется? Я хочу честно сказать, что карабахцы, да, они будут там жить, если у них будет безопасность. Безопасность только не решаются войска, 2000 солдат, которые российские там стоят. Это не проблема. Да, там можно было значительно больше. Это, во-первых, территориальные вопросы, во-вторых, их экономика, чтобы они могли себя кармить. Если они будут в всяком, в любом там, в зависимости от Азербайджана, или боятся своих коров выпускать огоров, чтобы они украли, то они там не останутся. Ну так 70% пахотных земель отошли на азербайджанскую зону? Да. И там не останутся, и России придется уйти. Это самое плохое. Если армяне не останутся? Ну, что это? А как вы думаете, сами они останутся? Вот они, я смотрю, охотно возвращаются. Я сам видел своими глазами. Но останутся ли дальше жить? То есть это покажет время, да? Покажет время. Я думаю, что до лета, если ничего не будет меняться, имею в виду территориальные вопросы, и насчет коридора, который должно быть, если этого нормально не будет действовать, то народ начнет уйти, обменят Россию и так далее. Скажите, вот недавно всплыла такая информация об обмене пленных всех на всех. Если речь идет о всех на всех, то получается, армянская сторона должна передавать не только азербайджанских пленных, но и пленных джихадистов. Я правильно понимаю? Да. А не будет ли это ошибкой? Ну, какой ошибкой? Если договаривались всех на всех, значит, сколько с той стороны здесь пленных, там есть, кроме этих маджахедов, еще двое, которые убивали человека, просто еще в медное время сидели, судились и так далее. Это всех должны пускать всех на всех. Вот это и имеет в виду, что никто ни причину не ставил, что это маджахед, это ранее судимый и так далее, и так далее. Для этого говорят всех на всех. Хорошо. Я просто вот 8 лет занимаюсь антидеформационной политикой. Я просто знаю это еще с первой войны, когда порой бывает тяжело доказать азербайджанской стране, что в 90-х годах там бесчисленное количество за них воевало. Тех же маджахедов из Афганистана, да? Чеченские банды были, которые потом перебросились на Северный Кавказ. Это как раз-таки было начало-начал первой чеченской кампании. И многие, конечно, не верят. Но есть некоторые кадры в Ютьюбе, где тот же Шамиль Басаев говорит, что он там воевал. И не получится ли сейчас, что через какое-то время они будут говорить, что войну выиграл именно Азербайджан. А не было никакого участия той же Турции джихадистов. Есть ли какие-нибудь записи, интервью, скажем, с этими джихадистами? Да, эти интервью есть. Не то, что это допросы есть, все, оно снималось. То есть это исторические документы останутся? А в Афганистане есть и так далее. Их документы, паспорт и так далее. Вопрос там в том, что кто скажет, почему скажет, там, допустим, раньше здесь против нас воевала чеченцы или афганцы и так далее. От этого что поменяется? Да, воевали, они сами знают, что воевали, они сами высказывались об этом. У нас пленные были, у нас есть фотографии этих людей, когда некоторые пленные шишу сидели и так далее. Сегодня то же самое, никто не скажет, да, Азербайджан выиграл. Даже не хотят, они вот иногда, политологи говорят, что ну вот, в Турции нет доказательств, что в Турции воевал. Ну, ребята, ну какое доказательство вам нужно? Камера, есть у нас запись, когда подходит турецкий спецназ и, допустим, той или иной высоту забирает и так далее. И как они говорят между собой, какой языком говорят и так далее. Есть? Да, и изначально они... Если кого-то интересно, это узнать, смотреть специалистов, пожалуйста. Еще в начале войны Алиев говорил, что у них нет байрактаров, но в конце концов они все-таки оказались. Ну, они много чего, Алиев может сказать, что у них не было или там мы не участвовали, мы не знаем. Но остается фактом, что весь Турция работала на них. И еще последний такой вопрос. Я вот, ну это, может быть, вы даже не в компетенции, это, наверное, другим надо адресовать. Скорее всего, вы не в компетенции. Но просто я не могу не задать на камеру этот вопрос. Я просто много бывал в те эти дни в госпиталях, где много лежат раненых, изувеченных солдат. И им до сих пор не оказывается никакая помощь. Хотя я знаю, был фонд «Гайостан», где деньги собраны и немало. И при этом люди вообще ничего не получили. Ни родственники погибших, ни вот хотя бы на лечение. Кому нужно обратиться и почему это не делается? И будет ли вообще это делаться? Я думаю, что будет делать. Но это вопрос Министерства обороны. Они должны заниматься, они должны все это компенсировать. И тогда я не информировал. Но просто сейчас людям кушать нечего. Всякие есть люди, которые дома потеряли. Я вот сам видел, допустим, в Мартунии женщину, которая рылась там в своем доме, где у нее муж погиб. Ну, власти карабанцы должны решать эти вопросы. Да, и в то же... Ну, фонд «Гайостан», я так понимаю, он пребывает в Ереване, не в Арцахе. Нет, они сейчас в Степанакерте. Степанакерте? Да, да. Они сейчас в Степанакерте. Я не думаю, что есть такие. Даже не знаю. Попробуем. Да, вы тоже пробейте, пожалуйста, эту ситуацию. Потому что люди очень беспокоятся. Вся диаспора собирала деньги для фонда «Гайостан». Там большая довольно-таки сумма. А сейчас они потеряли доверие к этому фонду. И высылают либо адресно уже, да, кому нужно. Либо вот кто-то мне, кто-то вот у меня тут друзья, которые в Ереване уже несколько недель тоже сидят, им высылают, и они вот развозят по госпиталям каждый день. Полные сумки продуктов. Вот, Артур, есть полная сумка продуктов каждому и по 200 долларов. Это вот чисто диаспора собирает и всем раздает. Я не в курсе, я не занимался ни гуманитарным, ничем этих вопросов. У меня не было. Сейчас попробуем узнать через властями Карабаха, какие проблемы, потому что я сколько знаю, не должны быть эти проблемы. Хорошо, спасибо большое за сегодняшнюю нашу встречу. И спасибо, что вы были предельно откровенны. Субтитры сделал DimaTorzok